Прямо сейчас я нахожусь за рулем плавающего болотохода. Это транспортное средство, которое используют для спасения людей в труднодоступных местах. Спасатели Восвод нам рассказали о том, что этот болотоход впервые использовали в Раменском и уже потом начали использовать на территории Московской области и в других регионах России. В Пермском крае, когда проходило испытание, мы эвакуировали туристов с перелоном нижних конечностей. Мы эвакуировали из такой непроходимой тайги, где никакая другая техника зайти не могла. Это транспортное средство и другую аварийно-спасательную технику и инструменты можно было увидеть на ежегодном смотре готовности сил и средств муниципального звена МОСЧС. В нем приняли участие порядка 150 человек и 52 единицы техники. Готовность к пожароопасному периоду проверил глава Раменского округа Виктор Неволин. Товарищ председатель комиссии по ликвидации предупреждений чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Личный состав сил и средств муниципального звена МОСЧС для проведения строевого осмотра готовности построен, докладывал директор Рамспаса Столбов. Глава Раменского городского округа Виктор Неволин в ходе смотра пообщался с представителями территориальных управлений и специальных аварийно-спасательных служб. Силы и средства Раменской службы спасения к пожароопасному периоду готовы. В составе одного аварийно-спасательного автомобиля, оперативного автомобиля, прицепной помпы. На смотре были представлены помпы, ранцевые огнетушители, пожарные аптечки, шансовый инструмент и другая техника, которую используют добровольные пожарные команды. Техника была представлена от территориальных управлений. Это добровольные пожарные команды. Как правило, они оборудованы бойцовскими формами, пожарными помпами, шансовый инструмент и ранцевые огнетушители. Были профессионалы, так называемые. Это вот те, которые машины за мной представлены. Пожарно-спасательный гарнизон, в том числе Рамспас, Восвод. И предприятия, которые входят в звено, это уже заводы и предприятия. Команды от предприятий, соответственно, ДРСУ, Водоканал, ПТП, автопарк. Те, кто будут в случае необходимости эвакуировать потерпевших, пострадавших из зон поражения. В завершении смотра готовности сил и средств муниципального звена МОСЧС глава округа подвел итоги. Силы и средства Раменского городского округа, Рамспас, МЧС, муниципальные казенные учреждения к паводковому режиму и противопожарному режиму готовы. Нам важно, насколько люди готовы к возникновению таких ситуаций. И нам самое главное взаимодействие наладить. Почему? Потому что я сегодня акцентировал внимание на том, что поступивший сигнал о том, что там-то, там-то не штатная ситуация. Кто кому передает информацию, кто куда направляет людей, кто в случае необходимости увеличивает контингент специальных машин, подразделений, людей, ресурсов. Кто кому сообщает о том, что выполнена задача или надо перемещать технику. Вот это важно. Я надеюсь, что не будет никаких катастрофических подтоплений или пожаров глобальных с жертвами лесострофиных и так далее. Но, тем не менее, в готовности все эти силы и средства должны быть. Вот лишь для того, чтобы убедиться, проверить еще раз, посмотреть, оценить. Вот и все. Ольга Неоплитанская, Андрей Пластунов, Леонид Деренчук и Андрей Минкин для программы «Городские вести».